Человек здоровый, молод, у него хватает жизнью, энергией, всего, он там прет, чем только они занимаются, естественно, он истощает себя, зашлакует, и вот он находится в предболезни, он уже очищает, что он уже не тот, что он раньше, в 20-30 лет, он уже не может там кого-то делать, всего-то делать, но пока, пока вот в этой зоне предболезни можно мириться, да там покашлял, да там немножечко там сахаром, там скокотном, там давление поднялось, тут еще, значит, суставчик немножечко, там стрельнула поджелудочная железа, там головная боль, тут ушко, мушка и так далее, то есть с этим можно мириться, так вот, оказывается, на этой стадии надо пересмотреть свой образ жизни, о котором я вам говорю, написаны книги, целительные силы, основы здоровья, для того, чтобы вот этот предболезненное состояние убрать, и когда человек действительно начинает заниматься о том, о чем я вам говорю, он с удивлением вдруг чувствует, что он в 40-50 лет чувствует себя так, как он не чувствовал себя в 20 лет, у него больше энергии, у него лучше гибкость, у него как-то больше жизненности, голова лучше работает. Мы должны выработать тот режим, который позволил бы человеку избежать огромного количества болезней или остановить их в самом зародыши, в самом начале. Но, опять-таки, это делается с помощью изменения образа жизни, о котором я так только что рассказал. Вот на этой стадии ловится, а не на той, когда уже, знаете, человек доведен, доводит сам себя до отчаяния, что он уже не может спать, у него болит желудок, у него негнутся суставы, у него там чешется там где-то там постоянно и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, то есть ему уже невозможно жить нормально в своем организме, как в доме. И он идет к врачам, несет весь этот багаж, который он накопил, и говорит, ну помогите мне. А тебе, да, сейчас мы поможем. И таблеточками, 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 пытаясь что-то скорректировать, а мы уже знаем, что это гармоничная система организма, в которой что-то тронул одно, естественно, отражается на другом. И причем и неясно, и непонятно, как это отражается. Кстати, многие лекарства содержат в своих инструкциях так называемая перечень побочных действий. Если мы с вами меняем образ жизни, то мы можем обойтись без этих побочных действий. И в итоге это лечение заводится в такую трезину, с которой вообще невозможно вырваться. И вот тут-то наступает отчаянное. Ай-яй, ой-ой, ай-яй. И готов человек делать все, что угодно. Пить, хлебать, мазаться. Вот все, что угодно. Вместо того, чтобы опять-таки подключить свою голову и понять, чего это наджинается. И как это легко, бре! Вот здесь мы опустим целые, так скажем, залежи информации в отношении лекарственной терапии, вводы лечения, есть целый ряд больного лечения, санаторного курортного лечения. Мы понимаем, что это уже технологии определенные, они отлажены И люди ими пользуются, ну или пользовались при советской власти У нас тогда там по два раза в санаторий можно было съездить И санаторно-оздоровительная сеть была огромная Потом профсоюзы все попродавали, и мы находимся Вот смотрите, были санатории Так вот в этих санаториях, ну да, там медицина применяла свои, как бы сказать, технологии Для того, чтобы человек поправил свое здоровье Но опять-таки, если бы мы там чистили толстый кишечник Есть колоник машины, пожалуйста, промываем толстый кишечник Чистили печеночку, пожалуйста, даже процедура разработана, так называемый тюбаж Умудрялись бы с помощью сокотерапии почистить вот эти все свои жидкостные среды И приведет человеку, слушая, ты должен вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот питаться Научить его правильно питаться, значит, избегать эмоций Регулярно прогуливаться, вовремя ложиться спать Вот это уже приносило бы реальную пользу Нежели если болят суставы, сейчас мы вот это вот сделаем Тебе, допустим, какие-то там мазеры, доновые ванны, еще что-то Да, это, несомненно, там помогает А в некоторых случаях ведет к таким обострениям Что человек пришел на своих ногах, а санаторно-курортного лечения Его уносят на носилках Ну, у нас был такой случай Вот тогда это совсем другое дело И это вот так оно должно быть Для того, чтобы санатории показывали человеку, что мы действительно над тобой поработали И вот эта наглядность Мы чистим толстый кишечник и показываем, что выходит с тебя Мы там очищаем тебе курс от паразитов Ага, показываем, что там у тебя там имелось Вот эта слизь вываливается там и так далее, и так далее То есть человек согласен платить денежки И он понимает, что с ним делает Что меняют ему жидкостные среды Очищают толстый кишечник Нормализуют работу печени Учат, как пользуются своим сознанием Движение, распорядок дня Вот результат Он здоров, он и согласен Опять прийти, заплатить денежки И получить огромную пользу Там могут впарить какой-то чудо препарат Якобы он содержит там витамины и так далее, и так далее, и так далее Но на самом деле Неизвестно, с чего это витамины сделаны Какой срок хранения и пятое, 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 десятое и так далее А тут вы проращиваете зерно Вы его перемалываете в блендер с кисломолочным Добавляете медкарий, там еще что-нибудь, выпиваете И вы сразу чувствуете, вы видите, что действует В пророщенном земле, грубо говоря, огромная масса этих витаминов Которые в первую очередь нам нужны Там содержится жизненная энергия Которая в продаваемых витаминах не содержится Так что не думайте, что именно вот что-то там такое Надо за это отдать деньги Да вот я занимаюсь своей вот этой вот гимнастик Которая развивает жизненную энергию Бесплатно, понимаете, я понимаю, бесплатно Я ее добываю Нежели кто-то вам массаж делает И за этот массаж скажет, вот эту вот сумму дайте нам А этот еще что-то сделает На канале я вас учу, как вы без всего этого можете обойтись И именно по этой причине я являюсь самым большим врагом Международной медицине Потому что учу, как обойтись с помощью тех же научных знаний Но без всего вот этого Мы должны каждый день жить так, чтобы не ухудшить состояние своего здоровья А это как раз здоровый образ жизни О котором я вам говорю Все люди во все времена поддерживали добрые, хорошие начинания И если вы чувствуете, что моя работа приносит пользу Проявите свою благотворительность На развитие вот этого дела Которое помогает Потому что о здоровом образе жизни Настоящем, таком Каким он должен быть Без разного рода пилюлик и прочих-прочих Никто не говорит Только здесь, на канале Об этом полноценно, во всем объеме и углубленно рассказывается Проявляйте свою благотворительность Щедрость Какую вы можете сделать С уважением и пожеланием Доброго здоровья Есть особый день в году Наступает темноту Новым годом он зовется И для всех людей удается Шелестят конфет-отвертки Там мандарин стоит И наряженная елка Огоньками нас манит Реселись, веселись, веселись народ Наступает, натупает Новый, Новый год Он ночью нам несет Он по таргерам кают Радосты, лев, лев, лев Это новый, новый год Снова детство к нам вернулось Волшебства мы жадно ждем И под чоканье бокалом Ходит счастье в каждый дом Реселись, веселись, веселись народ Наступает, натупает Новый, Новый год Он ночью нам несет Он по таргерам кают Радосты, лев, лев, лев Это новый, новый год Так, испи, дружок сердечный Наливай бокал с карти Загадай свое желание И под звонку ром-по-пэ Оей! Риселись, риселись, риселись 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 Т trained, лев таргерам Наступает Ьев, лев, Алим Ралим Йоу! Ти-т quelques-т Bunun Субтитры сделал DimaTorzok